Какое-то время назад в канун избирательной кампании Евгений Дамажиров обратился непосредственно в областное управление ФСБ с вопросом, почему его машину облили краской. Мнение о том, что сделан это сам, не сам до сих пор летает. Вы знаете, мне трудно комментировать действия в отношении Евгения Дамажирова. Но я скажу, он обратился к нам с вопросом не от того, что облили его краской или нет. Он как раз обратился с вопросом о бездействии полиции на те якобы сюжеты, которые с ним произошли. В связи с чем был данный ответ, что подобного рода вопросы о бездеятельности или наоборот превышение каких-то полномочий стороны полиции находятся в компетенции прокуратуры. Куда мы и переправили его заявление и уведомили его об этом. Наверное, с нашей стороны было бы некорректно заниматься неисходственными функциями и давать оценку законности или незаконности полиции. Он опубликовал в газете свой запрос. Если вы внимательно смотрели на этот запрос, то... Ну а что касается самого факта, вы понимаете, он неоднократно... Опять же, я не хочу ничего комментировать, да? Но вот как-то наталкивает на мысль, какой сюжет. Вот он в своих блогах пишет о том, что ему не пускают на митинги в Москву. Но при этом каждый раз он оказывается на митинге. Его бьют-бьют, но, пардон, ничего никак с ним не происходит. Потом какие-то другие вопросы, которые, в общем-то, ну... При серьезности подходов, ну, наверное, они были бы несколько иными. Вот это вот мое личное, сугубо, может быть, субъективное мнение. Ну а потом, я, конечно, очень извиняюсь, не хочу никого обидеть, но, на мой взгляд, все-таки уровень политической фигуры Евгения Дамажирова для Вологодской области, ну, не настолько угрозообразующий фактор, чтобы им занимались спецслужбы. Ну, вот при всем моем уважении к нему, понимаете, вот, если честно. Ну, вот так вот, без всякой обиды ничьи адресу.